Мы отправляемся в заброшенный особняк, где давно обосновались четверо добрых призраков. Но сегодня монстр заперся на чердаке, и нам нужно его одолеть и выгнать. Мы станем этими четырьмя призраками, и мы должны найти ключ от чердака, который спрятан в одной из комнат, которые тоже заперты. Игрокам предстоит действовать сообща, чтобы победить в игре. Поставьте коробку вертикально и отложите жетон с изображением леса на обеих сторонах. Это стартовый тайл. Остальные жетоны разделите по типам и перемешайте. Тайлы с камнями положите рядом с коробкой в закрытую. Затем выложите 4 ряда тайлов с кладбищем и оставшиеся тайлы леса, как это делаю я. Затем разместите отложенный стартовый тайл. Перемешайте тайлы с особняком и в закрытую выложите в 4 крайних комнатах первого и второго этажей. Жетоны ключей и кристаллов положите неподалеку. Разместите фигурки привидений на стартовом тайле и определите первого игрока любым удобным способом. Если вы играете вдвоем, откройте 6 любых тайлов, кроме тайлов с камнями. А если втроем, то 4. Игра состоит из фазы поиска, в рамках которой вам предстоит попасть в особняк и разыскать ключ от чердака, и фазы сражения, когда будет необходимо победить монстра. Игроки ходят по очереди по часовой стрелке. В свой ход вы бросаете 2 кубика, которые покажут доступные вам действия. Вот такой след позволяет переместиться на один шаг. Если вы находитесь на поле, то можете переместить свою фигурку на любой соседний тайл. А если в особняке, то вы можете перемещаться только вверх и вниз по лестницам в центральных комнатах. Кстати, попасть в особняк можно только с тайлов с камнями. Рассмотрим варианты, выпадающие на кубиках, поподробнее. Символ красной стрелочки позволяет перевернуть любой соседний с вашей фигуркой тайл, либо тот тайл, на котором вы сейчас находитесь. Стрелка со звездочкой позволяет перевернуть любой тайл на поле. Стрелка с ботинком позволяет либо переместиться, либо перевернуть соседний тайл. Любой из символов переворота позволяет переворачивать не только закрытые тайлы, но и открытые, например, чтобы избавиться от ловушки. И последний символ с крестиком говорит, что в этот раз вам не повезло. Действие недоступно. Когда все игроки закончили свои действия, выберите один из открытых тайлов и положите его к монстру на чердак. Эти тайлы символизируют силу монстра в финальной битве. Это необходимо делать каждый раз перед ходом первого игрока. Чем дольше вы будете искать в особняке ключ от чердака, тем сильнее будет становиться монстр. Каждый раз, когда игрок заканчивает одно из своих действий на открытом тайле, активируется его способность. Если вы переворачиваете тайл, на котором находится фигурка другого игрока, активация тоже происходит. Но если вы проходите через открытый тайл без остановки, то эффект не срабатывает. Например, два следа позволяют переместиться еще на один-два хода в любом направлении. Вот этот символ позволяет перевернуть любой тайл на поле. Катапульта позволяет быстро перемещаться к границе поля. Открыв такой тайл, выберите, в каком сторону направить стрелку катапульты, и любой, кто закончит действие на этом тайле, отправит свою фишку до границы поля в указанном направлении. Портал позволит телепортироваться в любой другой открытый портал, если на поле их станет больше одного. Открыв символ силы, положите на него кристалл силы соответствующего цвета. Оказавшись на нем, заберите кристалл себе. Вот этот символ – ловушка. Если вы наступили на такой тайл, вас поймали. Вы не сможете перемещаться с этого тайла, пока вы или другой игрок не перевернет его. Если вы нашли ключ, поздравляю, выложите на тайл соответствующий ключ. Как только один из игроков посетит этот тайл, заберите ключ себе. Он автоматически становится доступен всем игрокам. Каждый ключ подходит к конкретной комнате. Вот этот с розой подходит к комнате с розами, а аквариум точно к наполненной водой. Находясь в особняке, вы можете перевернуть тайл, лежащий в комнате на вашем этаже, в том случае, если у вас уже есть ключ от этой комнаты. Кстати, действие на это не требуется. На одном из этих жетонов изображен ключ от чердака. Как только вы его найдете, начнется фаза сражения с монстром. Достаньте скопившиеся на чердаке тайлы, их количество равно силе монстра. Отнимите из них столько тайлов, сколько кристаллов силы вы накопили. Затем игроки по одному разу бросают кубики, чтобы одержать победу над монстром. Каждая грань, кроме крестика, это успех, за который вы убираете один из тайлов, снижая силу монстра. Когда тайлы закончатся, вы одержите победу. А мы желаем вам удачной победы над чердачным монстром. И до встречи в новых видео.